Так вот, и вы не думаете, что-то поменялось? Нет, ничего не поменялось. Просто тот человек, который меня выкинул с моей работы, он не выкинул меня с работы, нет, нет, я просто ушел от него. Я ушел от фельдфебелей, которые не понимают, что они в этой жизни-то умеют. Потому что после того, как я ушел, там очень большое количество сторожей поменялось. Для чего поменялись все эти фельдфебеля? То есть, фельдфебель-то остался. Вопрос, почему сторожа-то поменялась? Хотя при мне там было все абсолютно красиво и ровно, при мне там был идеальный вариант, да-да-да-да-да-да-да. Конечно, не все понимали, почему такой человек, Кочелейкин Алексей, приезжает на лимузине, а он у меня есть. Почему на других машинах приезжает из-за разряда топовых, а они у меня есть. То есть, народ не доезжает до основного принципа моей жизни. Мой принцип жизни сегодня немножко поменялся. Он поменял, кстати, достаточно давно. Еще это было как раз в 2009 год, да-да-да-да-да. В 2008 я купил себе Mercedes 600, дом и джипы. И в том же 2008 году я говорил, ребятки, куда прыгать-то дальше, объясните мне. Ну, куда дальше прыгать, когда то, что тебе никогда не хотелось, ты это все приобрел. А в 2009 году я уже понял, что как бы, ну, во-первых, подошел к зеркалу и сказал, что, о, Лешенька, что-то мне кажется, что нежели богато, не хрен начинать, то. Да-да-да-да-да-да-да-да. То есть, я уже свой тупой вариант прошел, поверьте мне. Все было, все было. Ну вот. И вот они не понимают, почему я могу ездить на крутых машинах. Потому что я их делаю для себя, и они у меня в действительности крутые. А теперь вопрос немножко другой. То бишь, когда я поработал сторожем, я же только сторожем там научился работать. Поверьте мне, я там научился очень много заниматься тем, что валил лес. А-а-а, не в курсе событий. Да-да-да, я большое количество леса свалил ровно так, как мне, а не кому-либо хотелось. То есть, мои бывшие, ну, или будущие дрова ложились так, как нужно было именно мне, а не так, как вам показывают везде и всюду. А так вот. Это я тоже научился делать. Все-все-все убрал. Клинингом заниматься. Жив в тех условиях, в которых нормальные сторожа не могут существовать. Что такое клининг? Да-да-да-да-да. Я понял, о чем идет речь. То есть, я могу клинингом заниматься. Это не дешевое удовольствие, но я могу этим делом заниматься. И это я тоже научился делать. Мало того, я начинал жить в тех вещах, в которых люди вообще как бы не жили, в природе своей. То есть, я пришел туда, где не было ничего. Ну, практически ничего не было. Там просто было строительство. А, кстати, в этом строительстве даже отопления-то и не было. А вы не понимаете, что ли? Да-да-да-да-да-да, я там и жил. Ой, какие вещи-то были. У меня даже иглу было собственное, в которой я ночевал. Что такое иглу? Объясняю ситуацию. Одна комната грелась, естественно. Ну, мы постарались так, чтобы можно было побыстрее все это дело прогреть. И воткнули туда пилетные... Сжигающую строительство, пилеты. Ну-ка, пилеты. Пилеты это те вещи, которые мы, в принципе, работаем. И я своими пилетами... В смысле, я беру пилеты, и мои кошки занимаются... Это вообще очень красиво и ровно. То есть, из пилет делаются опилки. Прессованные. Вот мои кошки в этих пилетах и тусуются. Вот это было красиво. Ну, да ладно, не в том суть событий. Почему я оттуда ушел? По одной простой причине. Я очень люблю заниматься другими вещами. То есть, не буду просто сидеть, не буду просто валапинать, не буду просто заниматься всякой билибердой. Ну, чтение книг – это стандартное удовольствие. Но зачем тебе чтение книг, когда у тебя есть другие вещи, которые мне, в принципе, весьма интересны и очевидны? То есть, почему вы так давно не видели это дивное обращение к фельдфебелю? Ну, потому что сейчас небольшую ситуацию расскажу еще из моей личной точки зрения. Я не противник того, что на комбинате будет небольшое количество населения. Я просто видел тех людей, которые ни хрена ничем не занимаются. Молотовый сам этим делом ни хрена ничем не занимался. Работал в крановой бригаде цеха ленты холодного проката калибровочного завода. Мы 95% там вала пинали. 95% мы пинали вала. Именно поэтому я сказал, что я в принципе не в состоянии столько времени вала пинать. Это не в моих силах, понимаете? Мне всегда что-то нужно сделать. И, ну, наверное, так оно и получилось, сама ситуация, что как бы я работаю. А фельдфебелю вала пинают. И не совсем я доезжаю до слова под названием «главный мунгалтера». Ну, потому что, как бы вам сказать, то... С 1986 года я занимаюсь бизнесом, разным, естественно. Ну, это всегда был правильный бизнес. Никаких там наркотиков, никаких там оружий, никаких там остальных вещей не было. Это был нормальный бизнес. Он всегда приносил прибыль. Да-да-да-да-да. И даже когда мне нужна была бухгалтерия, она... Я и платил небольшие деньги за то, что они просто задавали своими сюжеты. В остальных все, весь материал вертелся в одно место. Знаете, какое место? Вот так называется место. Голова. К слову, насчет головы, да, почему? Не так часто вы эти сюжеты... Я сейчас объясню. Сейчас дивный сюжет, это вообще будет просто... Вау! То бишь, в принципе, что случилось? Были такие вещи, которые... Не каждый будет заниматься этими вещами, потому что, ну, некоторые хотят вообще в топе находиться. Им вот надо внутреннюю расшивку подавать, там, это должно быть красиво и ровно. Но мне немножко другая тема, весьма интересует. То бишь, я собираюсь на базе вот этих самолетов, которые я делаю красиво и будем надеяться ровно. Потому что я видел те самолеты, которые сделаны красиво, ровно. Но я сейчас не вижу никакой разницы. То есть, в принципе, я их так же делаю. Но другой вариант. То есть, мы сейчас смотрим две машины. Они хорошие, в принципе. Это английские самолеты. И вот один из них существовал. А другого не существовало в природе. То есть, был ровно половина туловища. Половина туловища. Не было управления по высоте. Стабилизаторов не было. Не было колес. Вообще. Там много чего не было. А, фонарика тоже не было. А теперь догадайтесь. Из какой машины я это сделал. Но пока вы догадываетесь, я показываю то, что я научился делать своими силами. Я научился своими силами создавать. Не просто клей. А создавать в оригинале то, что должно быть. То бишь, у вас, наверное, много вопросов. Особенно у жителей Магнитогорска. Почему мы отдаем машины? Почему они потом лопаются? Почему краска встревает? Почему поднимается шпаклевка? Такие твержественные вещи случаются. Поверьте мне. Потому что нет у нас крутых специалистов. И тут сейчас еще небольшой вариант будет. Я этот город не доезжаю. И не понимаю, о чем это речь. Потому что я двух-трех человек-то знаю. Но по большей части знаю хорошего человека только одного. который реально за слова свои отвечает. И вы реально смотрите. И он мне реально показан в эфире. То есть даже если что-то было сломано в определенный период времени. То есть, допустим, мы красим машину и даем определенную гарантию. Но не такую гарантию. Человек просто эту машину покрасил, уехал и забыл. А потом этого человека и не стало. То есть тебе типа покрасили, но типа, во-первых, цвет другой. Все остальное другое. И вот такие люди, и мы такие бабки платим. Ой-ой-ой-ой. Какие мы за это деньги-то платим. Хотя, в принципе, вы можете спокойненько сумму в два раза меньше взять с собой. Отвезти машину в Екатеринбург. А в Екатеринбурге, извините, подвиньтесь, город-то 3 миллиона. А не 500 тысяч человек, магнитогорский, да? Может быть, там еще и больше, естественно. По крайнейшему, в два раза дешевле, чем там. А остальные деньги, да, можете проследить за Бугором, смотаться. Кстати, оттуда можно смотаться. Почему у нас не мотаются, я не въезжаю. Да, 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 да. Вот как-то так получается. Давайте все-таки не будем определяться с наклейками, потому что вопрос, конечно, случился следующим. Это все были модели из Советского Союза. К слову, модель из Советского Союза находится прямо-прямо за моей спиной. Ну, вот за моей спиной находится. Это модель Советского Союза. Эти колонки тоже в Советском Союзе сделали. Мы не будем говорить, что в Советском Союзе сделали все плохо. Далеко нет. В некотором событии, в некотором качестве. Ой-ой-ой, там все было очень интересно. То. И когда мы говорим про те колонки событий, я сейчас не буду вам демонстрировать, но зная о том, что сегодня колонки этого уровня должны звучать на шикарном и крутом состоянии. Они работают. Они даже с собой так выдувают, что я просто был очень мягко так очарован. Но сами самолеты, которые были в Советском Союзе, они, как правило, были с некоторой проблемкой. А с какой проблемкой они были? То есть, как правило, мы будем говорить, что это были... Я не знаю, о чем будет речь. В следующем варианте я посмотрю. Но через некоторое время объясню. То есть, вот что сегодня и сейчас-то делать. Сегодня и сейчас наши модели самолетов, угу-гу-гусь какие. Вот такие, вот такие. Но в тот-то момент, то бишь, я никогда не знал про эти модели самолетов. Их у нас не было в природе своей. У нас в природе своей был Аэрокобра, Темпест, я просто вампир. Да только что у нас практически ничего модельного не было. За всем остальным приходилось ехать. Я катался. С 86-го года я катался. Ехал в Белорецк, ехал в Верхнем Радиск, ехал в Сибай, ехал... Это был 86-й год. Мы его сделали в Арджиникидзе. И всем это очень сильно понравилось. И вы должны понимать, что как бы, ну, в некоторых событиях я готов идти чуть-чуть поинтереснее, чуть-чуть подальше. Вот. То бишь, вы сейчас смотрите то, что я сделал своими руками. Неужели вы думаете, что я потом не смогу так же свою машину сделать? Да, бросите. Конечно же смогу. Смогу и покрашу. Но только ценники я опущу в два раза. Чтобы вот этим баранам, тупорылым свиньям, которые нихрена ничего не умеют делать, а их в большинстве очень много, чтобы они замолчали и поняли, что либо вы ценники опускаете в связи с тем, что ваша продукция не имеет должной гарантии и качества и работы, либо варите нахрен. Потому что я не люблю, когда к моим машинам, да и к вашим, потому что я больше всего... Или вы думаете, почему программа Автостоп до сих пор работает? Потому что программа создана тем, кто любит машину, а не дебилом. А таких дебилов, как у дурака Махорки, конченых баранам, их уже нету, а Автостоп работает. Так что думайте, чьи сюжеты вы смотрите. Они умные, не глупые сюжеты.